Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Отказывать клиентам без масок к кировскому бизнесу стало проще. Это заметил президент ВТП Андрей Усенко. Он отметил, что за последнюю неделю подход к людям без масок у предпринимателей кардинально изменился. Насколько увереннее себя стали чувствовать продавцы, которые настоятельно уже говорят «оденьте, пожалуйста, маску». Для этого нужно было сделать очень немногое. Просто дать бизнесу правильное разъяснение относительно того, как себя вести. Если, например, покупатель отказывается надевать маску. Все грозились, что в этом случае будут штрафовать. Мы за прошлую неделю дали бизнесу достаточно четкие разъяснения. Причем согласовали их и с МВД, и с Роспотребнадзором. При введении на территории масочного режима в обязательном порядке, бизнес имеет право отказать без последствий по закону о защите прав потребителей. По словам Усенко, отвечать за отсутствие маски будет гражданин, если на предприятии, где он находится, выполнены все противоэпидемические мероприятия. Есть антисептики, рециркулятор, возможность купить или получить бесплатно маску. Сотрудников измеряют температуру, и они сами находятся в масках. Есть объявление о необходимости защиты. Программа «Эхономика». Чиновники Кирова собрались поговорить с бизнесом о его проблемах. Первые за полгода заседание нового состава Координационного совета по малому бизнесу собираются провести в город администрации. Совет существует 12 лет, за это время собирался всего 5 раз. В июле обновили его состав, но тем для обсуждения от его членов, это 46 человек, так и не последовало. Мэрия провела в интернете опрос, но тоже ярких проблем бизнес не обозначил. И все же заседание планируется, как было объявлено на заседании комиссии Гордумы по регламенту. Оно должно состояться в ноябре. Говорить хотят о работе киосков и требованиях по размещению рекламы, темах, которые проявились во время опроса в интернете. «Эхономика» на 101FM Теперь информация от наших партнеров. Развитие бизнеса возможно и в условиях кризиса. Тех, кто верит в свои силы и движется вперед, поддержит региональный центр «Мой бизнес». Там можно получить льготные займы на развитие бизнеса по низкой ставке. С начала 2020 года этим уже воспользовались более 400 кировских предпринимателей. Финансовая поддержка от центра «Мой бизнес» поможет расширить производство, обновить оборудование или открыть новую торговую точку. Если вы поставляете продукцию за границу или занимаетесь социально ориентированной деятельностью, туризмом, экологией или ведете деятельность в сфере спорта, для вас есть отдельные программы. Особо поддерживают женское предпринимательство и снижают ставки еще и для бизнеса из моногородов. Есть отдельные продукты для тех, кто в сложной экономической ситуации решается начать свое дело. Обо всех возможностях можно узнать на едином информационном портале центра «Мой бизнес» «Мой бизнес» – dfiz43.rf или по телефону 410-410. Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания. Экономика. Завершение валюток. Доллар сегодня 77,92. Курс евро – 91,31 рубля. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Программа «Экономика» на 101FM.